СМОЛЕНСК КАЭС На плановом совещании с руководителями подразделений директор СМОЛЕНСК КАЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка по концерну 31 миллиард 470 миллионов ватт-часов, фактическая мощность 24 тысячи 79 мегаватт. О техническом состоянии СМОЛЕНСК КАЭС сообщил главный инженер предприятия. СМОЛЕНСК КАЭС в работе три энергоблока, суммарная нагрузка 3 тысячи 187 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Выработка электроэнергии за 26 дней февраля составила более 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработано более 3,3 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 242 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке СМОЛЕНСК КАЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Комиссия концерна «Росэнергоатом» завершила целевую проверку состояния безопасности СМОЛЕНСК КАЭС. Эксперты совершили обход станции по 10 маршрутам, оценив состояние оборудования, зданий, производственных помещений, провели собеседование с руководителями подразделений и персоналом, наблюдение за оперативными переключениями и опробованиями систем безопасности, проанализировали состояние технической документации на рабочих местах и в электронных системах, функционирование производственного контроля и использование опыта эксплуатации. Особое внимание акцентировали на обеспечении ядерной безопасности, программах проведения ядерно-опасных работ, обращений со свежим и отработавшим ядерным топливом. В числе сильных сторон в области управления и организации эксперты отметили анализ результатов проверок на других АЭС. В области производственного контроля организован выпуск ежемесячных отчетов по мониторингу параметров, характеризующих состояние ядерной безопасности. В целом все при обсуждении эксперты отметили, что состояние очень для станции приличное. Для дальнейшего повышения безопасности Смоленск-АЭС эксперты обозначили области, требующие улучшения, и дали свои рекомендации. Они касались управления документацией, поддержания ее в актуальном состоянии на рабочих местах, проведения целевых инструктажей перед выполнением работы, оформления результатов технического освидетельствования оборудования, проведения обходов и других направлений. Окончательное оформление отчета по итогам проверки будет проходить во взаимодействии с эксплуатирующей организацией. Повторная инспекция на Смоленск-АЭС состоится через год. 22 февраля на мемориальном комплексе Десногорска «Курган Славы» представители коллектива Смоленск-АЭС и других предприятий города, органов местного самоуправления и общественных объединений возложили венки и цветы к могилам павших воинов, почтили память героев, которые отдали свои жизни за Родину. Среди праздничных мероприятий, прошедших в городе атомщиков, были также концерт «Ты живи, моя Россия», подготовленный силами сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации Смоленск-АЭС и мюзикл «Собор Парижской Богоматери», которые стали прекрасным подарком для атомщиков. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск-АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе «Смоленск-АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин